с вами николай пивненко в проекте дата 22 февраля на календаре сегодня международный день поддержки жертв преступлений именно в этот день в 1990 году правительство англии опубликовала так называемую хартию жертв преступлений эта памятная дата призывает нас обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей они есть и в нашей стране в этот день появились на свет в 1732 году джордж вашингтон американский военный государственный деятель один из отцов основателей сша первый президент страны кстати в начале своей работы в качестве президента вашингтон отказывался от собственной зарплаты которая на тот момент составляла невероятные 25 тысяч долларов ну а столица сша была названа в честь первого президента еще при жизни этот случай является единственным в истории год 1857 рождается генрих рудольф герц немецкий физик один из основоположника в электродинамике он экспериментально доказал существование электромагнитных волн открыл внешний фотоэффект и многое другое ну а мы его благодарим за то что какой-то степени он предначертал и телевидение 1936 год в этот мир приходит майкл бишоп американский вирусолог нобелевский лауреат 1989 года в области физиологии и медицины совместно с гаральдом вармусом за исследования в области и теологии рака получил эту самую нобелевскую премию как вы понимаете в последнее время проблема вирусов нас тревожит с каждым годом все чаще и открытие в этой сфере нам очень с вами нужны год 1964 премьера фильма живые и мертвые роман константина симонова напечатан в разгар хрущевской отепели в основу книги легли записи и дневники которые симонов ввел в течение всей войны ну а фильм александра столпера по мнению критиков довольно точно передают дух романа и это не столько благодаря качественной режиссуре сколько благодаря блестящему актерскому составу папанов и лавров главные исполнители воли автора кстати в одном из эпизодов всего на пару минут появляется владимир высоцкий где пересмотрите фильм 1975 год рождается ольга будина российская актриса театра кино исполнительница романцев лауреат государственной премии россии несмотря на то что актриса 5 раз играла врачей для нее они абсолютно не опознанный летающий объект это цитата сама она к доктору не ходит старается вести здоровый образ жизни не ест мясо и выбирает все натуральное о событиях этого дня 1786 год екатерина вторая повелевает подписывать бумаги на ее имя верно подданный вместо привычного раб подпись вашего величества нижайший раб легко был усвоен челобитчиками и быстро перешел в разряд автоматически воспроизводимых штампов но императрица это не понравилось 1848 год февральская революция во франции время правления луи филиппа не было самым плохим в истории страны интенсивно строились железные дороги развивалась промышленность сельское хозяйство росла численность рабочего класса но как это часто бывает вместе с этим многие сферы жизни были пронизаны коррупции вооруженные массы хлынули в парламент который под доме ружи провозгласил низложение короля и учреждения второй республики 1966 год запуск искусственного спутника земли космос 110 на его борту в двух отдельных кабинах собаки с кличками ветерок основное подопытное животное и уголек контрольное животное собаки на тот момент установили рекорд продолжительности высоты полета маленький юркий ветерок и темненький уголек в течение 22 соток четвероногие космонавты находились наедине с невесомостью 1967 александр солженицын завершает архипелаг гулаг с конца 73 роман начинает печататься в париже в результате 13 февраля 74 года солженицына арестовывают лишают советского гражданства и высылают за границу а события которые произошли впервые 1630 английские колонисты впервые пробуют попкорн которым их угостил индеец и на даже его сохранилась квадекуайн а в 1886 году газета times впервые публикуют колонку светских новостей кто и знал что когда-нибудь такие вот светские новости перейдут все границы дозволенного у некоторых изданий но еще одно событие дня такой же день 1917 год николай второй уезжает в ставку военного командования в могилёв он покидает петербург так и не принимая решения о новом правительстве которому народ и дума имели бы но хоть какое-то доверие а ведь сделать это ему настоятельно советовали не только свои но и зарубежные дипломаты обратно в столицу последний российский император уже не вернется через неделю по пути в петербург на вокзале пскове он будет вынужден подписать отречение от престола а это означает что очень важно каждому из нас быть в нужное время в нужном месте с вами был николай пивненко проекте дата